Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая обстановка характеризуется 93 новыми случаями коронавирусной инфекции в целом по Республике Саха-Якутия. Необходимо обратить внимание, что в городе Якутске зарегистрировано 59 случаев. В Алданском и Мирненском районах отмечается рост заболеваний, зарегистрировано по 4 случая. По 3 случая зарегистрировано на Амгинском, Верхнебилюйском, Хангаласском районах. Еще раз обращаю внимание на увеличение количества случаев в Амгинском и Хангаласском районах, которые сегодня являются районами, находящимися рядом с городом Якутска, и, безусловно, местом отдыха в том числе горожан. Уважаемые жители города Якутска и гости Амгинского и Мигина Хангаласского Улуса, оперативными штабами районов Хангаласским и Амгинским приняты обоснованные правомерные решения, связанные с ограничениями въезда в Амгинский и Хангаласский Улус, в связи с чем оперативные штабы Амгинского и Хангаласского Улуса просят соблюдать данные требования в связи с возникновением очагов, прежде всего связанных с заездом из города Якутска. По 2 случая зарегистрировано на Валаеховском, Вилюйском, Мигина-Хангаласском, на Амском, Нюрингринском и Амиконском Улусе. И необходимо обратить внимание, что по одному случаю зарегистрировано в Горном, Нюрбинском и Татинском. Уважаемые жители республики Саха и Акуте, нашими лабораториями за сутки проведено 3405 исследований. Это достаточно большое количество исследований. И, безусловно, это говорит о достаточно тяжелом, жестком, практически без выходных труде наших как медицинских работников, так и работников лабораторий. В связи с этим обращаем ваше внимание на необходимость соблюдения норм и соответствующую вакцинацию для того, чтобы как можно меньше возникало и сложностей, и как можно меньше было работы в том числе у медицинских работников. Но это спасет жизни вакцинация и нам, и вам, и наших близких. Уважаемые жители республики Саха и Акуте, вакцинация продолжается в республике. Сегодня у нас поступило, как я уже говорила, на непосредственно брифингах 40 тысяч доз вакцины Эпивак. Вся она распределена по районам. До конца, значит, по транспортной схеме она будет направлена в районы республики. Прежде всего, ею будут обеспечены северные районы республики. И в связи с ее достаточно легким способом доставки, соответственно, она будет направлена во все отдаленные населенные пункты. Первую вакцину в целом по республике получило 208 тысяч 881 человек. Использована у нас на территории республики 79,79% от общего числа вакцины, поступившие, соответственно, в республику. И сегодня у нас ожидается еще поступление в республику 5400 доз гамм-ковида, который мы привыкли называть в быту спутник. Уважаемые жители республики Сахая-Кутя, вчера президент страны во время прямой линии говорил о необходимости вакцинации и обращал внимание на те субъекты Российской Федерации, в которых действует постановление главного санитарного врача. У нас оно было издано 19 мая 2021 года, которое предусматривает необходимость обязательной вакцинации для определенного рода категории, прежде всего, тех работников, которые работают на контакте. В целях его исполнения соответствующие решения были приняты и органами государственной власти. В связи с этим обращаем ваше внимание на то, что с 1 июля начинают отрабатываться механизмы зон свободных от ковида, как в наших спортивных учреждениях, так и в учреждениях общепита. Еще раз приглашаем всех на вакцинацию. Вакцинальные участки готовы во всех поликлиниках непосредственно республики Сахая-Кутя. Продолжение следует...